Игорь, вот ты просто сейчас скажи, вот мы тут рядом, ты хочешь изменить свою жизнь? Конечно. Хочешь? Поселок небольшой, все здесь друг друга хорошо знают. И каждый на виду. Так и Женя. Вырос на глазах у своих соседей. Чем и объясняется, наверное, их отеческое отношение. У Татьяны особый повод переживать за опустившегося земляка. Он был одноклассником ее дочери. Вот сейчас вот люди хотят тебе помочь. Ты согласен? Конечно. Ты согласен? Конечно. Конечно. Понятно. Потому что зима-то впереди. Где ты будешь ночевать? Где ты будешь, вообще, где ты будешь кушать? Где ты будешь спать? Молодь. Да, я хотела, чтобы его забрали. Потому что я знаю, что будет зима, и он опять будет ночевать по подъезду. Вот это вот. То есть вам будет спокойнее, знаешь, что он не на улице? Ну, конечно. Этому измученному на вид человеку всего 36 лет. Несмотря на свое неблагополучие, Женя добродушный и бесхитростный малый, чем зачастую и пользуются его приятели. Мне не все равно, особенно если о нем проявляют заботу его соседи, его люди, которые живут с ним в одном микрорайоне. Они даже обращались не просто так, что заберите этого пьяницей или кого-то, заберите нашего Женю. Переживают, да. Люди здесь неравнодушные. Мужчина рассказывает, что когда-то недолго работал помбуром. И жалуется на брата, который якобы выгнал его из дома. Он мою маму выгнал. И меня выгнал в 2009 году. Из-за того, что ты пьешь, да? Да. Что правда в его биографии, а что вымысел предстоит установить социальным работникам. Ясно одно. Последние три года он фактически живет на улице. Летом спит прямо на лавочке, зимой ночует в подъездах. Питается тем, что подадут сердобольные жители. Человек в трудной жизненной ситуации, совсем потерянный, но желает изменить свою жизнь. Если его желание будет таким же настойчивым и твердым, я думаю, совместно мы можем чем-то помочь с Родионовым и другими. Связаться с реализационными центрами, поместить его сейчас в лечебное учреждение, пролечить и найти выход из его ситуации. Евгений уже проходил лечение в наркологии. Эффект был, но временный. Сейчас мужчина явно в тяжелом состоянии, выйти из которого самостоятельно не сможет. Тем более на нем явные следы побоев. Левая рука не работает. Очевидно, последствия инсульта. Приняли решение вызывать скорую. Да, паспорт есть, страховое есть. Здесь с нами работники социальной службы. К предложению начать новую жизнь молодой человек относится с энтузиазмом, но пока не очень верит в то, что у него получится. Опыт социальных работников говорит о том, что шанс есть всегда. У нас есть центр социальной реабилитации, где его могут держать аж до 9 месяцев. Если он... Все зависит в основном от человека, от его желания. Пока в данный момент он говорит, что он хочет изменить свою жизнь. Что он скажет завтра, послезавтра. Будем контролировать, будем смотреть. После больницы Евгения на несколько месяцев отправят в Сургутский реабилитационный центр, чтобы он научился жить без алкоголя. А если информация об отсутствии жилья подтвердится, он сможет найти защиту и пристанище в местном центре «Вектор». Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».